В Болгарии новогодние праздники заканчиваются быстро. Уже 4 января начинаются рабочие будни. На улицах и в витринах еще долго будет сохраняться новогоднее убранство, соседствующее с цветущими розами и одуванчиками. И в сердцах людей еще остается послевкусие праздников, хотя уже все больше ощущается переход в умах от мечтаний и желаний к повседневной реальности и заботам в этом сложном меняющемся мире. В парках и возле моря гуляющих стало меньше. На дорогах появились пробки, которые болгары называют забавным для нашего слуха словом – задристывание. Нас радуют СМИ. Они сообщают, что в Болгарии с начала года как-то резко пошел на спад количество выявленных случаев инфицирования вот той самой модной болезни. Если перед Новым годом доходило почти до 4000 случаев в сутки, то теперь уже опустилось ниже 800. Хотя мало уже кто доверяет СМИ. И все же на фоне того, что нам рассказывают про Англию, Германию, Францию, Россию, согласитесь, такие новости звучат ободряюще. С 4 января, как и обещали, младшие школьники начали учиться вживую. Более месяца и их, и их родители наказывали дистанционным обучением. И вот вернули в школы. И в школьных дворах раздаются теперь звонки голоса ребятишек, которые искренне радуются возможности живого общения с одноклассниками и учителями. Старшие школьники и студенты продолжают учебу онлайн. При этом они благополучно общаются на улицах и в парках оффлайн. Кафе и рестораны закрыты для посещения до 31 января. Все только на вынос. Поэтому либо ходим со стаканчиками в руках, либо пристраиваемся, если это возможно, на скамеечках или на столиках возле кафешек. Конечно, бизнес терпит убытки. Сотрудники остаются без работы. К началу трудовых будней Нового года правительство Болгарии оповестило, что поварам и официантам будет выплачена компенсация из госбюджета. С 1 января в городском транспорте Варны отменили кондукторов. Теперь все билеты покупать нужно через автоматы внутри автобуса или на остановках. Машины, как их называют болгары. Вот так машины и автоматы вытесняют людей. А кондукторами, сколько я видела за все эти годы в Варнинском городском транспорте, работали люди, возраст которых либо приближался к пенсии, либо уже пенсионеры. Сегодня в Болгарии женщины выходят на пенсию в 61 год, а мужчины в 64 года и 3 месяца. С 1 января обещали повысить и среднюю пенсию в Болгарии на 50 лево. И теперь она будет составлять 300 лево или 150 евро. Вот так Болгария вступила в 2021 год. В последнее время мне задают все больше вопросов люди, которые уже нацелены на переезд в Болгарию или в данный момент обдумывают место своего переезда. Здесь в видео я отвечу на вопрос, который сегодня волнует всех. И, конечно, он касается нового модного вируса и карантинов ограничений с ним связанных. На мой взгляд, и лето, и осень, и начало зимы в Болгарии прошло гораздо спокойнее, чем во многих других странах. Драконовских ограничений нет. Все мои знакомые и знакомые моих знакомых живы и здоровы. Уже несколько раз общалась с людьми, которые обычно на зиму уезжали в Россию, а теперь вынуждены были остаться в Варне. И, вы знаете, в общем, они вполне довольны. На все индивидуальные вопросы буду отвечать на личных консультациях. В комментариях договариваемся о времени разговора по WhatsApp или Viber. Уверена, что 15-минутная беседа будет гораздо эффективнее, чем переписка в комментариях. Так что жду ваших заявок.